Потребности в ресурсах, особенно водных, растут ежегодно на планете ввиду целого ряда объективных и субъективных факторов. Решать проблематику, связанную с обеспечением населения качественной питьевой водой, на сегодняшний день способно не каждое государство. Как известно, в ходе своего посещения в июне этого года Сурхандаринской области президент Шавкат Мерзиёев инициировал реализацию 1177 инвестпроектов. Среди них один из самых амбициозных во всех отношениях создание возможностей доступа к высококачественной воде 1 миллиона 700 тысяч жителей региона путем прокладки свыше 360 километров магистральных сетей от водохранилища Туполянь. Его презентация состоялась 11 августа, после которой глава государства поручил начать поэтапно воплощать в жизнь задуманное. Согласно отчёту Организации Объединённых Наций, на сегодняшний день около 2 миллиардов человек по всей планете не имеют прямого доступа к чистой питьевой воде. Вот ещё несколько интересных фактов. По анализам экспертов до 2050 года мировой спрос на воду вырастет на 55%. Ежегодно 1,2 миллиона человек страдают от нехватки живительной влаги. В Узбекистане должное значение придаётся вопросам правильного распределения и обеспечения населения жизненно важным ресурсом. Разработанный по поручению президента во время его визита в Сурхандаринскую область масштабный проект по улучшению питьевого водоснабжения регион обозначил важные приоритеты в данном направлении. Данный проект презентован главе государства 11 августа. Тогда руководитель страны поручил приступить к его поэтапной реализации. Отмечена важность выполнения строительных работ в увязке с программой ОБОТХУШЛОХ – внедрение механизмов государственного частного партнёрства в сферу водоснабжения. В нижней части водохранилища планируется возвести сооружение для гашения напора, очистки и распределения воды, от которых до водораспределительных узлов будет проложен 361 километр трубопроводов. Мощность объекта составит 200 тысяч кубометров воды в сутки. В результате строительства системы улучшится водоснабжение 1,7 миллиона жителей Циросийского, Денауского, Шурчинского, Кумкурганского, Джаркурганского, Бандыханского, Кызырыкского, Шарабадского, Ангорского, Музработского, Термесского районов и Термеза. На сегодняшний день это уникальный проект, который позволяет довести воду с самого верха, с Туполанского водохранилища, до Термезского района, до города Термеза, без единого энергозатрата. То есть это будет самотечный водовод, который донесёт, в последующем при эксплуатации будет очень экономически купаемый и выгодный. Проект будет разделён на несколько этапов, а подача воды начнётся сразу после прокладки водопровода в районах. Общая стоимость оценивается в 138 миллионов долларов. Его планируется ввести в строй в 2024 году. Было принято решение построить единую водопроводную магистраль для 10 районов нашей области. Раньше людям самим за свои деньги приходилось рыть скважины. Отсутствие данного ресурса было одним из проблемных вопросов. Некоторые приносили воду, преодолевая несколько километров, а кто-то покупал её. Основная цель и задача данного проекта – это обеспечить население Сурхандаринской области чистой питьевой водой. В первую очередь, это же, конечно, создаст дополнительные условия для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, для повышения качества здоровья людей и жителей Сурхандаринской области. Создаст дополнительные условия для того, чтобы женщины могли освободиться и не носить, как раньше, воду в ведрах или ёмкостях каких-то домой. Эта вода зайдёт к ним в дом. Сегодня 46% населения Сурхандаринской области не имеет доступа к централизованному питьевому водоснабжению. В ремонте нуждается более 3000 километров водопроводных сетей региона. Наблюдается повышенная минерализация воды в южных районах области и городе Термезе. Здесь были учтены все нюансы. С самого верха водовод идёт диаметром 1420 миллиметров и до самого низа, до 630 он доходит. И расчёты сделаны так, что при любых условиях эта вода с самого верха дойдёт до конечной точки и обеспечит всё население. Кроме того, конечно же, было дано поручение не держать, не строить этот проект весь три года, а поэтапно его вводить в действие. Это будет очень выгодно для нашего региона, так как реализация проекта позволит значительно сэкономить электроэнергию. Наш народ очень радуется этим переменам, ведь всё делается ради их благосостояния, чтобы люди больше не нуждались в нехватке жизненно важного ресурса. Услышав о строительстве водоочистного распределительного сооружения в нижней части водохранилища Тополань, мы, жители Сурхандари, очень обрадовались. На протяжении многого времени одной из основных проблем нашей области было обеспечение чистой питьевой водой населения. И строительство данного гидротехнического сооружения стало настоящим праздником. Раньше жителям воду доставляли в специальных водовозных машинах. Теперь проблемы, связанные с подачей питьевой воды почти у полтора миллиона жителей области, будут решены. Действительно, реализуемый по инициативе главы государства проект является продолжением той масштабной работы, проводимой в нашей стране во имя благополучия нашего народа. Приняты соответствующие нормативно-правовые документы, в которых определены приоритетные задачи по обеспечению населения чистой питьевой водой. Продолжение следует...